Итоги года 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 У нас Производители Кистей Для макияжа И художественных кистей У них Вообще очень экзотические страны Куда они поставляют Свою продукцию Какие, например? И Куба И Америка И Ирландия Программное обеспечение Ребята производят Ездили на выставку В Дубай И у них контракт С Египтом На поставку Программного обеспечения Поэтому Очень все индивидуально А основные страны какие? Ну, очень много идет Поставок в Казахстан Страны таможенного союза В Европу В Италию Ну, в Китае, конечно, сейчас Много и объемы наращивают Особенно пищевая промышленность Тоже стремится туда попасть Продукция деревообработки А если мы посмотрим С другой стороны Каков круг кировских товаров Которые интересуют Иностранных покупателей? Удобрения Пищевая промышленность Потому что, конечно, все понимают Что у нас хорошее качество Натуральные продукты Лесопромышленный комплекс Продукция лесопромышленного комплекса Зачастую иностранцы Даже не знают Что вот Киров Там отдельный регион Да, такой большой страны Может предложить вообще На экспорт Конечно, да Вот что с этим делать? Затем нужно ездить на выставки И показывать себя Показывать, что есть Заказывать поиски партнеров И мы будем адресно Именно направлять информацию О вашей продукции На предприятия Поэтому нужно себя показывать У нас регулярно происходят встречи Центров поддержки экспорта Из всех регионов Мы обмениваемся информацией И даже совсем недавно Я узнала, что Возили бизнес-миссию в Сербию И им очень интересна Российская косметика Даже в ходе разговора Иногда такие нюансы всплывают И этим можно пользоваться И тем более, что В Кировской области Достаточно много предприятий Химической отрасли Которые занимаются Производством Различного вида косметики И поэтому Можно попробовать И выйти на сербский рынок А вообще На какую поддержку Правительство И регионам Могут рассчитывать Наши предприниматели Когда они На экспортные рынки выходят? Во-первых Вся поддержка Средства федеральной субсидии Направляются В Центр поддержки экспорта И все виды услуг Предоставляем мы Но наши предприниматели Могут обратиться И в российский экспортный центр И там есть другие виды услуг Например Возмещение затрат На логистику Для сельскохозяйственных предприятий И для предприятий Которые производят Высокотехнологичную продукцию Там есть страхование Есть кредитование Экспортных поставок Поэтому часть услуг Предоставляем мы И часть Российский экспортный центр Это все есть как раз И на нашем сайте И на сайте Российского экспортного центра Все услуги Вся информация Насколько я знаю В этом году Увеличилось финансирование Мероприятий По поддержке экспорта Ну вот в частности В Кировской области Да Это дало Я так понимаю Ведти какие-то Новые возможности Новые направления работы Можете о них рассказать? Да Конечно У нас появились Новые виды услуг Одна из них Это выход на международные Торговые площадки И вот Мы запускаем Как раз Три предприятия В этом году Это будут Такие площадки Как Эпидоу И Алибаба И в следующем году Мы посмотрим Насколько у нас Это все результативно получается Будем планировать Уже следующее предприятие Которое выводить На электронной торговой площадке Вот это Одно из новых направлений В следующем году Мы будем запускать Программу акселерации Это программа Наставничества И обучения Предприятий Как стать экспортером Либо увеличить Объемы экспорта По поводу бизнес-миссии Которых мы с вами Уже начали говорить Какие бизнес-миссии Прошли в этом году Какой результат Они дали В этом году Состоялось Четыре бизнес-миссии Мы ездили в Китай Азербайджан Турцию И Германия Все это было Очень результативно Предприятиям интересно И конечно эффективно Все бизнес-миссии Строятся для предприятий Мы оцениваем Какие к нам едут предприятия И ищем под них Партнеров И устраиваем Б2Б встречи После бизнес-миссии В Китае заключен контракт После бизнес-миссии В Азербайджан Также заключены контракты И после Турции Есть экспортный контракт Знаю, что Прошли и ответные Бизнес-миссии С других стран К нам В Кировскую область Вот о них тоже расскажите Да, к нам приезжали Две делегации из Китая Делегация в первую очередь Была интересная Пищевая промышленность Нашего региона И лесопромышленный комплекс Что их удивило Они приехали И на встречах Увидели продукцию Наших фабрик Которые производят печенье Что эта продукция Уже представлена В их сетях И они знают Показали даже фотографии Были приятно удивлены Что как раз у нас Производят продукцию Которая уже есть у них И лесопромышленный комплекс Конечно всегда их интересует Потому что это и качество Хорошее И объемы Поэтому сейчас ведутся переговоры А вообще Вот какие бизнес-миссии Результативнее На ваш взгляд Когда мы сами едем В какую-то страну Или когда мы привозим сюда Чтобы они посмотрели Чтобы оценили Увидели Может быть Увидели то, чего И не предполагали увидеть Ну обычно Бывает, что съездим мы И обязательно едут С ответным ревизитом Потому что Предпринимателям интересно Посмотреть И где производится Этот товар Какие условия Производства На каком оборудовании Потому что да Очень часто Наш визит Заканчивается Ответным визитом Ну вот кроме бизнес-миссии Есть еще возможность Показать себя В других странах За счет выставок Да Вот в 2018 году Я знаю Прошло 12 таких выставок Расскажите Сколько их было В этом году Какие это страны Опять же Что показали И чего добились Да В этом году Мы ездили Также на 12 выставок Это был Казахстан И мы ездили На выставку В Китай Пищевая промышленность Ездили на Российско-Вьетнамское Экспо Во Вьетнам Ездили на выставки В Азербайджан И в этом году Тоже мы были приятно удивлены Очень много было Индивидуальных стендов То есть Многие предприятия У них настолько уникальная продукция Что коллективный стенд От региона Нам не собрать И у нас есть такая услуга Как финансирование Индивидуальных стендов Предприятие подает заявку И едет именно в ту страну На ту выставку Которая им нужна И они едут со своим стендом Это тоже очень разные направления И Дубай И Беларусь И Европа И Италия Турция Совершенно разное направление Предприятие куда им надо Туда и едет Оно выбирает сами Или вы им как-то подсказываете Ну в основном Конечно предприятие Выбирает сами Потому что Очень много предприятий Различная тематика Некоторые выставки Да мы знаем Мы можем посоветовать Но иногда Особенно это касается Фэшн индустрии Детская одежда Взрослая одежда Предприятию Да нужно посмотреть Какие в мире проходят выставки Куда им целесообразно оценить Посмотреть статистику Насколько это выставки интересны Посещаемость Кто был представлен на них И после этого Принимать решение Едет или не едет Условия Сотрудничества с нами Чтобы предприятие Было в едином реестре Субъектов МСП И не имело задолженности По налогам и сборам Для некоторых услуг Такие как Индивидуальный стенд И сертификация международная Еще дополнительные условия Чтобы средняя заработная плата Была не менее полуторам рот Ну вот вы уже сказали О фэшн индустрии Может быть расскажите Еще о каких-то Интересных продуктах Может быть инновационных Разработках Которые вот Удалось на этих выставках Показать Я имею ввиду Именно о кировских продуктах И которые заинтересовали Иностранцев Что удивительно Когда мы поехали В Казахстан На выставку Косметологии Наша продукция Очень заинтересовала Казахских покупателей И все компании Которые ездили Заключили контракты Также индустрия Детских товаров У нас есть такие наборы Для творчества Которые рисуют цветом И это было очень интересно Для покупателей Это была новинка Они даже приехали Снова из Казахстана Посмотреть на выставку В Москве Когда эта же самая продукция Там была представлена Может быть Есть какие-то цифры Сколько вообще При вашей поддержке Предприятий Смогли выйти На экспортные рынки Заключить контракты Да, конечно За 2019 год 34 предприятия Заключили экспортные контракты Конечно Это больше 50 экспортных контрактов И 12 предприятий Заключили экспортные контракты Впервые То есть они Впервые вышли на экспорт Опять интересно Какие это страны? Ну Это много Казахстана Кипр Грузия И Азербайджан Ну то есть В ближнем зарубежье Начинают Начинают Наши предприятия Конечно С ближнего зарубежья Подальше уже Расширяют Свои рынки сбыта Мы видим Что действительно Каждый год Объем экспорта В регионе растет 2016 год 710 миллионов долларов 2017 год 809 миллионов 2018 Уже почти 900 миллионов Вот за счет Чего в первую очередь На ваш взгляд Этот рост происходит Тут конечно Играют большую роль Крупные предприятия Мы оказываем поддержку Субъектов малого и среднего Предпринимательства Крупные предприятия Также видят Потенциал Выходя на экспорт Пытаются наращивать Экспортные поставки Поэтому Эти цифры Это совместная работа И предприятий крупного бизнеса И малых и средних предприятий И вообще Политика государства Нацелена на то Чтобы поддерживать экспортеров Чтобы это было проще Были субсидии Было возмещение затрат Помощь как раз В организации Бизнес-миссии Потому что И мы И российский экспортный центр Приглашают крупные предприятия Принять участие В их бизнес-миссиях Поэтому Всесторонняя поддержка И за счет этого Конечно Результат мы видим на цифрах А вот Каков процент Малых и средних предприятий Вот в этих цифрах Смотрели? Около 8% Реально ли На ваш взгляд Осуществить поставленную цель Добиться увеличения Вот этих объемов В 2024 году В два раза Как нам Заявляют Региональные власти Ну мы конечно Будем к этому стремиться И наша задача Чтобы предприятия Знали, что Есть поддержка Есть центр поддержки Экспорта Есть российский экспортный центр Знали о наших услугах И не боялись Выхода на экспорт Потому что Мы и поможем И объясним И проконтролируем Сделаем экспертизу контрактов И сможем оценить вместе рынок Поэтому Нужно стараться выходить Но чтобы не бояться Нужно понимать Нужно чувствовать Внутренне Что у тебя есть потенциал Какой-то для этого Да Вот на ваш взгляд Есть у кировских предприятий? Конечно Это всегда был потенциал У нас Потому что Качество продукции Ассортимент продукции У нас все есть У нас есть материальная база Сырьевая база И все нам позволяет И производить качественную продукцию И в достаточных объемах Еще о планах На следующий год Хотелось поговорить с вами Вот вы уже начали И обозначили некоторые из них Какие может быть еще мероприятия Планируете провести В каких-то сторонних мероприятиях В выставках Принять участие В какие-то новые направления Конечно В первую очередь Мы должны спросить у предприятия Куда им интересно съездить Мы делаем всегда рассылки Собираем обратную связь Потому что Кроме как предприятия Лучше их Никто не знает Куда им нужно Поэтому В первую очередь Мы собираем информацию Куда интересно Может быть кто-то ездил Посмотреть первый раз Может быть кто-то Участвовал С индивидуальным стендом И скажет Да, вот эта выставка Действительно хорошая И можно попытаться Собрать коллективный стенд И представить уже регион на ней Ну мы точно знаем Какие выставки у нас состоятся Те же самые выставки Которые прошли в этом году У нас успешно И в следующем году Мы поедем на выставку В Китай Сиал Самую крупную пищевую выставку В Казахстан На выставку индустрии Детских товаров И косметической продукции Мы поедем Также в Польше У нас остаются Две выставки В феврале уже И мы планируем Что у нас остается Бизнес-миссия в Узбекистан И в Узбекистан Мы также поедем И покажем Нашу косметическую продукцию Поэтому у нас Наработки уже есть И еще есть месяц Для того, чтобы составить Окончательный план действий На следующий год Когда есть понимание Того, что интересует Появляются новые Направления работы Конечно, да И в первый раз Планируется проведение Конкурса Экспортер года Поэтому мы всех Приглашаем принять участие Будут замечательный праздник Замечательные призы И поэтому я думаю Что это будет Достаточно интересное мероприятие Пройдет в феврале месяце То есть экспортеры Года 2019 Да По итогам деятельности В 2019 году А давайте напомним Куда предпринимателям Стоит обращаться И чтобы в конкурсе Поучаствовать И вообще Чтобы прийти к вам Чтобы помощь получить Мы сейчас находимся На базе Центра «Мой бизнес» Это динамовский проезд 4 Офис 205 Телефон 21-24-30 И вот, кстати Это объединение Оно уже недавно произошло Да, вообще недавно Появился этот центр Частью которого вы стали Да Можно сказать Так и есть Получить все услуги В одном месте Да Предприятия Предприниматели Могут прийти И получить услуги Как фонда поддержки Предпринимательства Так и центр поддержки Экспорта Все в одном месте И представители МФЦ Также находятся В этом же здании Мария Александровна Спасибо вам большое За разговор Доброго дня вам Доброго дня Всем слушателям Ну и успехов Нашим предпринимателям На внешних рынках Спасибо, Мария Итоги года